Приветствую всех пользователей канала Тимуха Лайф и сегодня я вам расскажу как максимально отключить всю рекламу на своем мобильном устройстве. Наверняка вы сталкивались с таким, что когда заходите в стандартные приложения, там выскакивают какие-то рекомендации, рекламка. Когда вы заходите на YouTube, Facebook, Twitter, Telegram, Viber, WhatsApp и так дальше, там тоже очень много рекламы. Я покажу две настройки, точнее два пункта, которые нужно будет зайти на своем мобильном устройстве и эту рекламу вы сможете максимально всю отключить. Эти настройки есть на всех телефонах, просто по-разному будут спрятаны. Вам не понадобится ни приложение, ни какие-то коды там сторонние вводить, ничего не нужно. Все уже есть и так в телефоне. Ну а пока подпишитесь, поставьте на мой видео лайк, расскажите своему лучшему другу, а я все вам более детально сейчас покажу. Поехали! Для этого нужно зайти в настройки и найти такой пункт, который называется пароли и безопасность. Есть этот пункт абсолютно на любом андроиде. Вот он, пароли и безопасности. Но если у вас нет, то попробуйте безопасность, либо просто пароли найти. Заходим в пароли и безопасности, спускаемся вниз до такого пункта, который называется доступ к личным данным. Да-да, он нам-то и понадобится. Доступ к личным данным, здесь мы находим сразу два пункта. В предыдущих роликах я уже о них говорил, но я хочу напомнить то, что когда вы обновляете свой MIUI, вот было недавно MIUI 13 прилетело, я зашел и эти пункты включены, то есть их разработчик опять-таки обнуляет и они включаются. Так что проверьте эти два пункта MSI и MIUI Diamond. Эти зловешные пункты, они способны как можно дольше, как можно больше вставить рекламу. После этого разрешения приложение прекратит сбор и удалит все свои данные с серверов. Это поможет сделать приложение практически непригодным для использования. Нажимаю отозвать. Точно так же и MIUI Diamond. Жду 9 секунд, пока это все нам посчитается и нажимаю отозвать. Я считаю, что эти пункты максимально-максимально вставляют в различные приложения как можно больше рекламы. С этим мы справились, но это еще не все. Следующее, что нам нужно сделать, это зайти в еще один пункт, который называется безопасность. Заходим мы в безопасность, здесь мы ищем передача данных, такой пункт. Смотрите, уже у нас пошла данная. Ищем мы вот передача данных, вот этот вот пункт. И здесь что мы видим? Мы видим здесь вот такие вот настроечки. Нам понадобится что сделать дальше? Сетевые подключения. Найти нажимаем на сетевые подключения. И здесь у нас в правом верхнем углу будут три точки. Нажимаем сюда, нажимаем фоновые подключения. И здесь, как видите, я все у себя поотключал. Но вам рекомендую здесь воспользоваться поиском. Вот так вот. И написать просто на английском языке. Аналитикс. И если у вас вот эти вот два аналитикса включены, видите, аналитикс раз с таким вот каким-то там дополнительным замочком, желтеньким или что, его отключать. И просто аналитикс тоже отключить. Отключайте эти две настройки, так как после этого рекламы станет гораздо меньше. С вами, как всегда, был Тимоха Лайф. Видео стало полезным. Вы знаете, что делать. Ставьте лайки, подписывайтесь. Впереди, в принципе, много-много интересных и полезных роликов. Я вчера снимал, от чего греется телефон. Загляните, посмотрите. Пока-пока.